Экономики туризма Выступают экономические закономерности и методы эффективного управления на мега, макро, мезо и микроуровне в сфере туризма На самом деле, туризм это довольно молодая отрасль Есть, собственно говоря, начало, четкая дата, когда был основан туризм Такая дата была в 1841 году Томас Кук собрал 600 сподвижников и организовал прогулку по железной дороге до соседнего городка Этот день становится основой нашего с вами бизнеса, туризма Но бизнес-технологии развиваются, конечно, уже значительно позднее И поэтому международное сообщество вынуждено было применить определенную терминологию И закрепить ее для того, чтобы понимать друг друга в разных странах Поэтому мы с вами, наверное, все-таки начнем с того, что дадим определение, что же такое туризм Туризм это временный выезд, путешествие людей в другую страну или местность Отличную от места проживания постоянного на срок более 24 часов до 6 месяцев в течение одного календарного года Или с одной ночевкой, развлечением, оздоровлением, спортивных, гостевых и других целях Единственный нюанс, что эти цели не должны быть оплачены из местных источников Когда мы с вами говорим о развитии туризма, мы с вами сразу должны сказать Что туризм, естественно, соприкасается с другими отраслями И это самое соприкосновение формирует некие факторы воздействия на экономику туризма Мне бы хотелось, конечно, с вами обсудить сначала такое воздействие туризма и экономики Какие же проблемы решает экономика туризма? Во-первых, это вопросы, какие туристские услуги производить, в каком количестве и в каком качестве Это вопрос, который отвечает в принципе современной экономикой любой отрасли Кроме этого вопроса возникает следующий Какие ресурсы и какие технологии будут использованы при формировании туристского продукта? И третий вопрос Какие критерии туристской деятельности будут использованы при распределении ресурсов и доходов? Это три основных вопроса, которые интересуют экономику туризма Но туризм является, естественно, очень сложной экономической системой И поэтому отраслевая экономика туризма, она изучается и формируется на основных четырех уровнях Первый уровень – это мега-уровень или экономика мирового уровня На этом уровне, конечно же, идут основные согласования деятельности То есть это визовые, паспортные какие-то нюансы Без этого согласования на международном уровне туризм, конечно, не умеет большого развития Следующий уровень – это уровень макро, то есть национальной экономики Ни для кого не секрет, что туризм для многих государств является на сегодняшний момент основным элементом получения доходов Ну, например, для таких государств, как Египет, Турция Туризм является основополагающей отраслью Но и многие крупные государства, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, естественно, что развивают туризм Для России это основной момент, который мы сегодня должны с вами сделать акцент То есть особенно мы должны с вами сказать о развитии внутреннего туризма Российский потребитель, конечно, уже хорошо освоил зарубежный туризм Но, к сожалению, любовь к краеведению, любовь к России пока не дает возможности активно развивать все, особенно глубинки Российской Федерации Вот здесь подключается следующий уровень управления Это мезоуровень или региональная экономика туристской дестинации Но, наверное, следует прокомментировать, что же такое туристская дестинация Дело в том, что у туризма есть особенность Туризм развивается на ресурсах, мы это чуть позже обсудим Вот дестинация – это и есть географическое объединение нескольких туристских ресурсов Развитие, региональное развитие туристских дестинаций, естественно, должна быть согласована и на национальном уровне Ну, представьте себе, мы с вами строим где-нибудь на Волге с надурно-курортный комплекс Мы с вами приняли это решение на мезоуровне, а на национальном уровне принято совершенно принципиально другое решение В этом регионе строить, ну, скажем, развивать химическую отрасль Ну, какой будет с надурно-курортный комплекс рядом с химической промышленностью? Естественно, что такое несогласование приведет не только к убыткам, но и к краху всего проекта И, наконец, мы с вами должны будем обсудить микроуровень, то есть экономику предприятий туристской индустрии Нельзя сказать, что здесь все гладко, в том числе и в Российской Федерации, как, впрочем, и в мировой практике Здесь основным аспектом обсуждения являются, ну, во-первых, инвестиционные потоки Инвестиционные потоки должны быть тоже разумно согласованы между государственными инвестиционными потоками и частными инвестициями Без такого согласования развить туризм практически невозможно Это не все, конечно же, проблемы, которые возникают при формировании туризма как социально-экономической системы Но мы сейчас с вами обсудим еще небольшой аспект Что же лежит в основе туристской экономики? В основе туристской экономики лежат туристские ресурсы Принято разделять туристские ресурсы на три уровня Это исторические ресурсы, это природно-ландшафтные ресурсы и культурно-национальные ресурсы В чем особенность? Дело в том, что чисто на одном ресурсе, скажем, на минеральной воде Построить туристское предприятие довольно тяжело Мы с вами привыкли, что у нас обязательно должны быть в программе включены экскурсии То есть это элементы исторических ресурсов Мы бы хотели с вами попробовать в процессе своего отдыха Какие-то культурные, национальные блюда Посмотреть какие-то национальные программы То есть современные предприятия туристской индустрии Это, конечно же, совокупность нескольких ресурсов И вот эта совокупность основана на дестинации То есть географическом объединении Но развивается оно на кластерах То есть экономическом объединении предприятий туристской инфраструктуры Естественно, что управлять этими ресурсами Должны высококвалифицированные кадры И это на сегодняшний момент, конечно, одна из самых больных проблем Российской Федерации Но я думаю, что у нас хорошие перспективы Мы с вами должны еще обсудить такой нюанс Что туризм является элементом, который возникл уже в социально состоявшемся обществе А что это значит? Вот Томас Кук, его первая поездка была в 1841 году То есть к тому моменту общество уже пришло к тому, что технологии позволяют высвобождать время И это время мы с вами называем досугом Этот досуг должен быть заполнен культурными мероприятиями Надо подчеркнуть, что Томас Кук вывез 600 человек из общества трезвенников Тем самым мы с вами можем подчеркнуть, что если досуг будет неорганизован То общество ведет к деградации Туризм как специфика развития бизнес-технологий является услугой А следовательно, есть некие аспекты, которые должны характеризовать услугу Как с ней работать с точки зрения экономики В чем разница между услугой и товаром? Вот если вы обратите внимание на слайд, то вы увидите, что разница между ними существенная Ну, во-первых, товар это вещь, он осязаем Мы его можем взять на прокат, мы можем его положить в запас Мы можем произвести товар значительно больше, чем сегодня рынок поглощает Мы можем отложить его реализацию Все эти факторы и характеристики товара совершенно не могут соответствовать туризму Туризм как услуга – это деятельность, это процесс Он неосязаем, не может накапливаться Он производится, как правило, в момент же потребления То есть, о чем мы с вами говорим? Что туризм, по большому счету, это бизнес-технологии, которые продают впечатления Яркие впечатления Сервис, который формируется инфраструктурой предприятий туризма Делает эти впечатления более комфортными, более насыщенными Основными элементами предприятий, которые входят в структуру туристских предприятий Это является транспорт Ну, транспортная доступность, естественно, это главная характеристика Мы с вами не сможем попасть на обратную сторону Луны, даже если бы этого мы захотели бы Кроме транспорта, естественно, гостиничные комплексы Мы с вами уже говорили, что основная характеристика туризма – это пребывание больше суток на территории вне основного места проживания Основным элементом гостиничного комплекса являются также ресторанные комплексы Без питания человек не может получить полноценного удовлетворения своих потребностей Не последнее место в туризме занимают предприятия досуговые развлекательно-культурных мероприятий Это экскурсии, музеи, аттракционные парки Надо отдать должное, что современные концепции развития кластерной системы туризма То есть я вам уже говорила, что это экономическое развитие ресурсов, которые есть Могут развиваться даже на полном отсутствии начальных элементов То есть, например, когда мы с вами говорим о том, что мы развиваем, ну скажем, экскурсионное обслуживание в Москве То мы, конечно, говорим, что основным ресурсом является Красная площадь и Кремль Объект ЮНЕСКО Именно для того, чтобы посмотреть этот объект ЮНЕСКО, приезжают люди со всего мира Когда же мы с вами говорим о том, что можно развить предприятие туризма, построить туристский кластер на совершенно пустом месте Мы с вами имеем в виду в основном досуговую культурную деятельность То есть самым ярким примером являются аттракционные парки Ну, всем очень хочется побывать в Диснейленде Каким образом формируется кластер Диснейленда? Это парк, который строится на совершенно пустом пространстве, совершенно с нуля Применяются технологии, технологии различных отраслей Здесь в основном наукоемкие технологии применяются Потому что те аттракционы, которые сегодня пользуются популярностью Они, естественно, очень сложные с точки зрения технологий И главная характеристика их – это безопасность Когда мы с вами говорим о сформировании досуговых центров, скажем, Диснейленда Мы сразу с вами говорим, что в этом кластере, кроме основных аттракционов, будут задействованы ресторанчики Будут задействованы аниматоры То есть люди, которые будут нас активно с вами там развлекать Таким образом, современная концепция развития туристских кластеров Давно уже пришла к выводу, что поток из десяти туристов формирует одно рабочее место Французский Диснейленд, находящийся под Парижем, сформировал более 15 тысяч рабочих мест Это не только люди, которые непосредственно принимают участие в работе самого комплекса Но это люди, которые выращивают салат, который потом порежут вам на тарелку Привозят этот салат в комплекс, моют его То есть вся подготовительная работа Таким образом, любое развитие туризма, конечно же, влечет за собой социальную активность Но надо сказать и то, что туризм имеет, как бизнес-технологии, имеет отрицательное воздействие И в основном это отрицательное воздействие из-за несогласованности между уровнями управления Я вам предлагаю сейчас повнимательнее изучить слайд Посмотрите, пожалуйста, какие можно назвать преимущества развития туризма в экономике Это расширение участия в международном разделении труда Это можно сформировать собственную нишу и заполнить ее своими услугами Это использование местных ресурсов, конечно же То есть мы с вами говорили о том, что, как правило, в основном для развития туристских кластеров В основе лежат все-таки природно-ландшафтные и исторические ресурсы Это привлечение иностранного капитала для получения доходов и в валюте в том числе Это рост местной деловой активности Это структурные сдвиги в национальном производстве товаров и услуг Ну, как мы уже с вами рассматривали, что вроде как поставили только карусели и качели в Диснейленде А на самом деле развивается сельское хозяйство вокруг Это повышение численности занятых, то есть создание рабочих мест Это самые яркие, самые активные элементы положительного воздействия пользы экономики туризма Теперь давайте обсудим, какие же являются отрицательным, что же является ущербом Что вызывает ущерб? Ну, во-первых, это утечка твердой валюты Что подразумеваем мы под этим тезисом? Естественно, что выездной туризм Рост импорта Нам все время с вами хочется, чтобы все было поярче И мы считаем, что где-то там, за океаном, этот элемент будет сделан более ярко И поэтому мы привлекаем элементы импорта на своей территории, на территорию своего кластера Отток из традиционных сфер занятости Хорошо это или плохо? Ну, нельзя сказать, что цивилизация должна стоять на своем развитии, останавливаться И, конечно же, элементы, которые привлекают туризм Уход из традиционных сфер, сфер, которые создают материальные ценности Наверное, все-таки больше отрицательным воздействием Потому что еще раз вам напоминаю, что туризм – это услуга неосязаемая Это впечатление, которое мы с вами формируем Сезонная занятость тоже очень характерна И вы, думаю, сталкивались с тем, что жители Краснодарского края всегда говорят Что, о, вот сейчас начинается летний сезон Мы, конечно, с вами должны поработать как можно больше День, год кормят Инфляция Почему инфляция для нас с вами будет здесь наиболее активна? Да потому что туристский поток, который мы с вами привлекаем Он, конечно же, привносит некую денежную массу на территорию развития туристского кластера Ну и преимущества иностранных компаний Это очень яркие примеры, когда речь идет о том, что туроператоры, которые формируют туры Они диктуют условия для местных компаний, какие должны быть турпродукты Это, конечно, не всегда хорошо воздействует на региональную экономику Кроме экономических положительных и отрицательных элементов Есть еще и социальные Давайте попробуем их обсудить Итак, социальные пользы Ну, во-первых, ломка языковых, социальных классов, барьеров Наверное, все-таки развитие толерантности – это хорошо Дружба, она всегда между народами, всегда вызывает положительные результаты Повышение образовательного уровня Развитие туризма не позволяет кадрам работать в сфере индустрии туризма без образования Настолько технологии быстро развиваются, что все время, постоянно, на протяжении всей своей жизни Участникам инфраструктуры, конечно, нужно обучаться Это начиная от рабочих специальностей, это и повара в ресторане, все время должны повышать свою квалификацию И до менеджмента высшего звена Сохранение произведений искусств и традиций Когда мы с вами говорим, что в основе любого туристского кластера лежат исторические архитектурные элементы Даже, скажем, небольшие национальные традиционные элементы культуры Ну, какие-то, допустим, русские прялки Для того, чтобы их показать туристам, их нужно содержать в хорошем состоянии Нужно развивать музейные элементы, музейную инфраструктуру Доступ к информации – это тоже становится наиболее ярко То есть, если мы с вами хотим построить свой туристский кластер Мы обязаны, мы просто вынуждены будем активно популяризировать свой регион Своё предприятие, свой туристский продукт, который мы с вами создаём Но есть, конечно, и факторы, которые вызывают ущерб Давайте попробуем обсудить их Это негативное отношение местных жителей Не всем местным жителям нравится изменение традиционного уклада жизни И многим кажется, что приезжающие автобусы с безумным количеством туристского потока Конечно же, топчут траву Да и до какой-то степени раздражают просто психологических жителей Создание стереотипов Не забывайте, пожалуйста, что туризм – это досуговая деятельность А следовательно, туристский поток, туристы, которые приезжают в регионы Они отдыхают, они не работают У них постоянный праздник жизни А местным нужно трудиться Нужно, не покладая рук, трудиться для того, чтобы организовать этот самый поток И поэтому некая ломка стереотипов происходит Коммерциализация культуры Ну, здесь тоже очень скользкий момент Потому что, допустим, можно привести пример Что социальные проблемы, которые возникают И коммерциализация искусства Нарушают какие-то традиционные обычаи Ну и мне бы хотелось еще с вами обсудить Влияние экологическое На сегодняшний момент Я бы хотела выделить большую пользу От развития туристских кластеров В виде создания национальных парков и заповедников Но вы помните, что в национальных парках и заповедниках Туристский поток должен быть очень ограниченным Именно вот это ограничение и вызывает обратную реакцию То есть, например, загрязнение окружающей среды Ни для кого не секрет, что многие страны Которые изначально предлагали в качестве основного ресурса Коралловые рифы Сегодня вынуждены защищать эти самые коралловые рифы от туристов То есть, элемент деградации ландшафтов присутствует И еще тоже очень болезненный момент Это выведение сельскохозяйственных земель из оборота То есть, я сознательно подчеркнула вам Больше отрицательных элементов Для того, чтобы вы не забывали Что любой бизнес имеет социально-культурную ответственность Но, если мы с вами говорим о работе О работе отраслевой экономики туризма На всех основных уровнях развития и управления При согласованности действий Такие программы, конечно же, будут успешны В том числе, они будут решать и экологические проблемы Курортные сборы, налоги, которые будут собираться С предприятий инфраструктуры туризма Они формируют фонды для развития, для защиты окружающей среды В том числе, для развития региональной экономики То есть, конечно, за туризмом на сегодняшний момент Будущее, в том числе и в Российской Федерации Мы с вами все хотим красиво проводить досуг И мы с вами в состоянии организовать этот самый досуг Для себя и других туристов Когда мы с вами говорим о развитии туризма То мы должны с вами сказать о том Что современная концепция, мировая концепция Развивает туризм в разных направлениях Это не только может быть досуговая деятельность Это, конечно же, и оздоровительность Снаторно-курортный туризм Это и познавательный туризм Туризм образовательный Мы сегодня с вами видим, что многие страны мира Предлагают программы по образованию Языковые программы По движению студентов и деток По движению особый вид туризма на сегодняшний момент Это так называемый грей-туризм Это туризм пенсионеров Многие страны готовы оплачивать Социальные туристские программы Для своих пенсионеров Это одно из самых активно развивающихся направлений Ну, естественно, что когда мы с вами говорим О движении внутреннего и внешнего туризма Мы должны с вами помнить о том Что туристские потоки имеют свою специфику Ну, скажем, религиозную специфику То есть при формировании гостиничной индустрии, например Мы должны с вами помнить, что, скажем, мусульмане Имеют определенные обязательные требования По разделению женской территории и мужской территории В каждом номере должны лежать не только Как принято в Европе и Соединенных Штатах Америки Библия Но и Коран То есть вот такие нюансы Национальные нюансы туризма Конечно, следует учитывать при формировании Туристского продукта, туристской услуги На любом уровне В том числе и микроуровне предприятий Гостиничных комплексов, в частности Не говоря уже о национальных традициях питания О неких элементах, которые многие нации исключают из своего питания Или наоборот Без которых не видят своего обеда или ужина Ну, скажем, как восточные нации, как правило Предпочитают вместо хлеба рис То есть вот эти нюансы, конечно, все нужно обязательно учитывать При работе уже с проектами на микроуровне Но и на региональном уровне это тоже, конечно, следует не забывать Спасибо